Добрый день уважаемые коллеги! Сегодня речь пойдет о пентатонике. Как известно всем пентатоника это укороченная гамма. В гамме у нас известно всем нот. Вот пентатоника получилась путем отрезание нот, которые образуют полтона. В гамме ля минор это ноты си и ноты фа. То есть от ноты си к ноте до было полтона и от ноты к ми к ноте фа тоже было полтона. Это все заменили одной нотой до и одной нотой мини. Таким образом у нас получилась пентатоника. В натурном понятии всего есть два типа пентатоники. Первый тип пентатоники это пентатоника боксовая, а вторая пентатоника, которая возникла на базе растяжечный гамм. Таким же самым образом отрезаны две ноты. Рассмотрим наиболее употребляемую. Это боксовые формы пентатоники. Всем известно, что на гитаре нота располагается в пяти боксах. То есть все упражнения, все гаммы, все арпеджио, ну и остальные упражнения можно играть в пяти боксах. То же самое касается и пентатоники. Пентатоника это не значит, что пента это пять, пять боксов. Нет, пять это нот всего лишь. Рассмотрим наиболее употребляемые в практике боксы. Это бокс А, самый главный бокс, который все школьники и взрослые, более гитаристы, затирают до дыры. К сожалению, к остальным уже не доходит очередь пентатоникам. Вот первый бокс это бокс А. Это для ля минора было показано упражнение. Для ля минора основная нота, точка опоры это ля на пятом ладу. Шестая струна, пятый лад. И возвращаемся мы на первой струне, пятый лад. Вот образуется такая восточная красивая пентатоника. Следующий бокс это бокс Б. Бокс, который используют блюзмены для своих фразировок обычно на четвертую ступень самого квадрата. Он располагается чуть выше. По боксам если смотреть, он начинается с... Это бокс Б. Он обычно как бы больше всего подходит на третью ступень, мажорную гамму. То есть он обыгрывает до мэйдж. Следующий бокс С. Это бокс, который обыгрывает вторую ступень гаммы. Или в пентатонике в минорной это нота ре. Я еще иногда называю его елочкой, потому что он немножко по своему виду напоминает елочку. Бокс Д или еще его можно называть пентатоникой с тоникой на пятой струне. То есть этот бокс он опирается на минорную гамму, которая была у нас на пятой струне на двенадцатом ладу. Опять-таки убрали две ноты и получили бокс. И последний бокс, который предшествует основному боксу А. Это не имеет особого названия, но я его называю бокс Е. Если посмотреть на этот бокс с верхней аппликатуры после двенадцатого лада, то он примерно выходит вот такой. Третьего внизу перед пятым ладом, то есть перед основной пентатоникой, то можно и внизу идти. Идет для обыгрывания седьмой ступени доминантовой с мажором. Таким образом, первая ступень в миноре обыгрывает ля минор. Вторая ступень до мажор. Ре минор обыгрывает. Следующий бокс. Ми минор. Следующий бокс. Мажор. Следующий бокс. Второй тип пентатоники. Это так называемая пентатоника три плюс два. Это когда была взята растяжечная гамма. И из нее были выброшены ноты. В данном случае, если добавить ноту ля здесь, то получится как ля минор с тоникой на шестой струне. То же самое можно сыграть с тоникой на пятой струне. Так, запоминанию надо просто запомнить тонику. И что под ней, под тоникой еще три ноты. Следующий переход на следующую тонику через окна. И еще три ноты. Переход. Еще три ноты. Точно так же с тоникой на пятой струне. Тоника. Тоник. Переход. Тоник. Тоник на октаву выше. Тоник. Продолжение следует...